Привет дорогие друзья! Сегодня я делаю вот такой вот закусочный торт. Он бесподобный, очень вкусный. Его можно подать в виде канапе, его можно подать порционно нарезав и можно подать в виде целого тортика, такого очень красивого, и который уже можно резать прямо на столе. Выглядит очень эффектно и советую вам приготовить его на Рождество. Разберут сразу же. Вариации миллион и одна можно положить внутрь все, что вы пожелаете и хотите. Я решила немножечко заморочиться. Я решила сама делать сюда такие слоеные коржи, как я делаю на торт Наполеон. Я уже про них рассказывала, как я делаю. Сильно там долго усугубляться я не стану. То есть я поставила в кухонной машине, у меня перетирается масло, которое было предварительно заморожено и перетерто на терку, с мукой. Далее на весах я отвешиваю в стакане одно яйцо, добавляю к нему сюда сыворотку, либо воду можно добавить. И добавляю сюда еще уксус, соль и сахар. Все это перемешиваю для того, чтобы оно у меня стало равномерным и однородным, плюс-минус. И буду добавлять уже это в нашу крошку, которая у меня в кухонной машине сейчас перемешивается. Эти канапе очень быстро уходят, их разбирают сразу же. Можно сделать очень много вариаций. Вниз можно положить курицу, это будут грибы. Можно сделать несколько слоев, можно сделать всего пару слоев. Как вам будет угодно и какая у вас будет задумка. Ориентируюсь на то, что вам нравится. А сейчас вы видите, я добавляю жидкую составляющую в мое тесто. Далее тесто я разделила на определенное количество частей. В моем случае это было 6 частей, которые я отправила в холодильник на полчаса. И потом уже стала раскатывать свои коржи. Коржи я прокалываю вилочкой, для того, чтобы они у меня сильно не вздувались. И потом мне было удобно с ними работать. Выпекаю в духовке на протяжении где-то 8-10 минут при температуре 180 градусов. Далее я сварила заварную основу, чтобы мой крем, соленый крем, собственно крем, не был один сплошной майонез. Поэтому я сварила заварной крем. Как это делать, я уже рассказывать не стану. Я думаю, вы все знаете. И потом я уже смешиваю майонез и мою заварную основу. Также сюда добавляю еще немножечко горчицы, соли и перчика по вкусу, для того, чтобы это было совсем по вкусу похоже в общем на майонез. Вот такие вот мои коржи получились. Они не сильно волдыристые, потому что я их вилочкой наколола. То есть мне с ними будет очень удобно работать. Тем временем я поджаривала грибочки с луком. И отваривала яйца. Я буду сюда использовать 2 яйца. Также мне сюда еще понадобится вот такая вот у меня сардина была в масле. У меня будет этот тортик с рыбой. Можно сделать с курицей. Ничего не менять, только вот курицу вместо рыбы. Также сюда подойдет морковь отварная. И обязательно какая-либо кисловатая, соленая составляющая. У меня в этот раз это маринованные огурчики. Еще буду добавлять я сюда сыр твердый. Любой абсолютно. Это может быть русский сыр, это может быть голландский сыр. Такой, как вам нравится. Для начала капельку крема своего я поставлю на низ. Для того, чтобы мой пирог не ездил туда-сюда. Я положу первый корж. Его смажу кремом. И на него уже выложу сардину. Отобрав ее от косточек полностью и распределив равномерно по своему коржу. Сверху перекладываю следующим коржом, который снизу. И все последующие я буду смазывать немножечко кремом. Для того, чтобы они у меня не были сухие. И хорошо пропитались. Потом у меня будут яйца, которые сверху я перекрыла огурцами. И обратно будет корж. Потом у меня на корж пойдет сыр. Потом на корж пойдут грибы. Потом на корж у меня пойдет морковь отварная. И потом уже верхний корж. Который я немножечко смажу кремом. И посыплю сверху остатками своих коржей. Для того, чтобы был такой, собственно, чтобы был у меня красивый мой тортик. Далее отправляю я свой пирог минимум на 2 часа в холодильник. Для того, чтобы мои коржи начали пропитываться. И потом достаю и ставлю его под пресс. Пресс у меня где-то около 2 килограмм был. Для того, чтобы мой тортик хорошо сел. И мне было его удобно очень резать. После я проткнула его шпажками. И уже могла его спокойненько нарезать. Он у меня не ездил, ничего. И раскладываю. И пожалуйста, вуаля, вот такая вот красота на стол. Вот такие вот канапе. Обязательно попробуйте. Я думаю, вам понравится. И вашим гостям тоже. Здесь куча вариаций. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok